Так, коллеги, здравствуйте, будем начинать. Мейкните мне, пожалуйста, если все слышно, видно. Здравствуйте, слышно, видно, все хорошо. Отлично. Сейчас представлюсь, далее начну презентацию и передам слово. Меня зовут Наталья Найденова, старший методист образовательной компании Reload. И с нами наш партнер, про которого также расскажем подробнее, Дмитрий Леонидович Зиклит. Итак, сейчас я включу демонстрацию, пару слов про компанию Reload, расскажу пару слов про наш конкурс. Так, все ли видно? Включили демонстрацию? Да, видно. Так, все, отлично. Тогда к нам еще, вижу, присоединяются, но уже время, так что будем начинать. Итак, я уже представилась, Наталья Найденова, еще раз старший методист образовательной компании Reload. Работаю в Reload давно-давно, с далекого 2005 года, проходила множественное обучение. И пара слов про Reload. Reload – эксклюзивный дистрибьютор издательства Оксфордского университета. Reload на рынке преобразовательных услуг уже работает более 30 лет. Reload – это не только издательство Оксфордского университета, это также один из самых крупнейших поставщиков учебной, художественной литературы, специализированной литературы. Это множество языков, это английский, французский, немецкий, китайский язык. Также Reload является образовательной компанией. Мы являемся организатором международных конкурсов, являемся организатором Олимпиад, разрабатываем методические программы. Также являемся разработчиком-организатором и проведением независимого тестирования. И так как мы много лет на рынке, Reload является образовательной компанией. И хочу буквально два слова сказать про проект Оксфордский. Что же такое проект Оксфордский? Проект Оксфордский – это система качественного образования по английскому языку. Ведь что у нас самое главное? Мы говорим про обеспечение эффективности и результативности современной системы образования. И эффективность определяется через такие два основных показателя – это качество и доступность. И говоря про проект Оксфордский, мы говорим про качество. И на следующем слайде я хотела показать, какие же качества. У нас есть такое прекрасное дерево. Говоря про проект Оксфордский, мы говорим про семь качеств успехов. Мы видим качество управления, качество учебного обеспечения. То есть это всеми нами любимые учебники. Качество методического обеспечения, качество подготовки учителей, независимого мониторинга, качество образовательной среды. И в рамках как раз данного качества, качества образовательной среды, мы с вами говорим про конкурсы, мы говорим про олимпиады по английскому языку и не только по английскому. И также это качество научных разработок и экспертиз. И также в рамках как раз качества образовательной среды с нашим партнером Международная Академия Свободных Искусств Метумаси совместно с Релот мы приглашаем школьников 10-11 классов и выпускников возрастной категории от 16 до 18 лет приглашаем принять участие в лингвистическом конкурсе. Это конкурс Месси Инглиш. Конкурс пройдет заочно, даты проведения с 19 по 20 число. И как раз далее я хотела бы уже передать слово Дмитрию Леонидовичу, а уже после, в завершении, я покажу чуть подробнее такие технические моменты именно по прохождению конкурса. Дмитрий Леонидович, передаю слово. Спасибо большое, Наталья, за подробный рассказ. Мы очень любим компанию Релот. Мы давно здесь сотрудничаем. Что касается лично меня, то я сам уже лет 20 как пользуюсь услугами компании Релот и очень вас люблю и обожаю. Во-первых, вы всегда были эффективны на уровне качества подготовки и для преподавателей как помощники, и для учеников. Мы этим очень гордимся и рады, что мы с вами сейчас сделали такой шикарный конкурс для наших учеников. По поводу конкурса. Дорогие друзья, добрый день. Идея нашего конкурса состоит в том, чтобы вы, ну, безусловно, ни для кого не секрет, важность изучения иностранного языка, в первую очередь английского в наше время, она не вызывает никаких вопросов. И мы, наш университет, сокращенный названием МЕТОМАСИ, мы любим называть себя Международной Академией Свободных Искусств. Причем, в этой академии мы работаем на культурном факультете, лингвистическом факультете, лингвистическом направлении, которое представлено разными профилями. Мы организовали этот конкурс для того, чтобы выявить лучших участников, учеников, любящих английский язык, знающих его, и тех, кто хотел бы продолжить свою карьеру, свое обучение именно в лингвистическом направлении. Поэтому мы предложили ученикам 9-10-11 классов принять участие в этом конкурсе. Изначально планировалось, что будут участвовать ученики из Москвы и Московской области, однако вот по последним моим данным я могу вам перечислить регионы, которые подключились к нам. Это и Санкт-Петербург, это и Удмуртия, это и Кемеровская область, и Воронеж, и Пермский край, Вологда, Смоленск, Рязань, Башкирия, Татарстан, Хабаровский край, Южно-Сахалинск, Астрахань, Республика Крым, Тульская область, Краснодар, Сочи, Калуга, Мурманск, Ростовская область, Иркутск, Омск, Белгородская область, Чувашская республика, Каренинградская область, город Смоленск, Самарская область. Есть один участник, который написал «Село Васильевское». Мы очень рады приветствовать ученика из села Васильевского, но регион, к сожалению, не указал. Но мы, я думаю, узнаем, когда будет участвовать, из какого региона. Также, помимо российских регионов, к нам подключились Ашкабад, и это Туркмения, и Таджикистан. То есть наш конкурс, по сути, стал не просто московским региональным, он стал не просто даже всероссийским, а уже международным практически. И поскольку такой ажиотаж, такой интерес он вызвал у участников, мы, естественно, будем его продолжать в дальнейшем. Теперь, что касается самого конкурса. У вас на выполнение заданий будет 120 минут. Доступ к заданию вы получите завтра утром в 9 часов утра, и доступ закончится в 20.00.20. В этом промежутке вы должны зайти по той ссылке, которая будет у вас в почте, с кодом доступа, и начать выполнение заданий. Вы сможете это сделать только один раз. То есть один раз вы заходите по данной ссылке и начинаете выполнять упражнения, задания в течение 120 минут. Значит, упражнения на самом деле стандартные, ничего нового мы вам тут не придумали, честно говоря. Во-первых, будет два задания на listening, два задания на reading и три задания на use of English. Я думаю, все эти стандартные такие названия, вы понимаете, как их выполнять. На самом деле, перед каждым заданием будет, естественно, задание прописанное, что вы должны сделать, в какой последовательности. По каждому из этих трех аспектов английского языка будут выставлены баллы. Теперь внимание, пожалуйста. Общее количество баллов по нашему конкурсу – это 69. То есть вы должны набрать, исходя из выполненных всех правильных заданий, 69 баллов. То есть победитель нашего конкурса – это тот человек, который не только набрал 69 баллов, но и сделал это за кратчайшее время. То есть в промежутке этих 120 минут мы будем отслеживать, как быстро было выполнено задание. На самом деле 120 минут – это действительно достаточно для того, чтобы выполнять его. И победитель будет определяться по этим двум позициям. Скорость выполнения задания и, конечно, корректность, правильность выполнения задания. Итак, победителю нашего конкурса мы предоставляем право обучения в нашем ВУЗе на лингвистическом факультете, бакалавриат. И в нашем ВУЗе вы можете получить профессии и переводчика, и преподавателя английского языка. То есть вы выбираете это уже внутри, когда приедете к нам и будете приняты студенты нашего ВУЗа. Второе и третье место мы распределили таким образом. Два вторых места и два третьих места, по два человека и там, и там, мы предоставляем скидку на обучение у вас. Скидка будет в районе 10% примерно, но конкретная скидка будет, безусловно, говорена в момент, когда мы закончим наш конкурс. Теперь, что касается результатов конкурса. Результаты конкурса будут вам высланы и выставлены на сайтах и Reload и Bitumasi в течение 10 дней после окончания конкурса. То есть после 20 числа вы считаете 10 дней и просматриваете либо почту у себя, либо наши сайты, где мы покажем результаты нашего конкурса. С указанием фамилии, с указанием количества баллов, которые набрал человек. И все это мы должны будем сделать с вами до 30 марта. Вот такие условия. Значит, для тех, кто хочет учиться у нас и вдруг случайно не попал в число победителей или призеров нашего конкурса, вы, безусловно, не отчаивайтесь, ваше участие в нашем конкурсе будет в любом случае учтено. Если вы примете решение об обучении в нашем ВУЗе, мы, безусловно, знаем вашу фамилию и то, что вы участвовали в нашем конкурсе, вы получите сертификат об этом. Вы будете приняты к нам на предпочтительных условиях по сравнению с теми, кто не принимал конкурса и принимал участие в нашем конкурсе. Поэтому шансы есть у всех. Наш конкурс настроен на то, чтобы мы выявили все-таки лучших. И эти лучшие двигали дальше и нашу науку, и педагогическую науку, и лингвистическую науку в сфере образования. Поэтому мы хотим, чтобы вы все-таки попали к нам, обучились и стали действительно профессионалами в этом деле. На этом я сейчас закончу. Два слова по поводу технических вопросов касательно самой платформы, работы с платформой, вам расскажет Наталья Найденовна. А потом в дальнейшем вы сможете задать вопросы любому из нас. Спасибо. Спасибо за такой подробный рассказ. Так, расскажу далее про конкурс. Ой, убежал слайд. Прямо несколько технических моментов. Всем будет разослано, всем тем, кто зарегистрировался уже, будет разослана инструкция. И там будет подробно-подробно прям каждый шаг расписан. Но, тем не менее, в любом случае пройдусь, чтобы не было никаких затруднений, да, и чтобы сэкономить также ваше время. Итак, регистрируемся на платформе oxbergschool.ru. Я знаю, что многие уже зарегистрировались из тех, кто присутствует на нашем мероприятии. Но, тем не менее, можете сделать это заранее. Регистрация совершенно стандартная. Вводите ваше имя, фамилия, обязательно электронная почта. Вводите, пожалуйста, правильную электронную почту. С этим иногда возникают проблемы. Ну, то есть регистрация стандартная. Новая учетная запись, да, вы создаете новую учетную запись. Доступ будет открыт автоматически, предоставляется автоматически и имеет строго рекламентированные сроки. То есть доступ к конкурсу у вас будет открыт. Находите его в разделе, проходите в раздел «Конкурсы и Олимпиады», выбираете конкурс «Messie English» и далее увидите, что будут открыты три раздела. Конкурс у нас лингвистический, проверяются три раздела. Форма тестовая, то есть в виде тестирования. Три раздела «Listening», «Reading» и «Use of English». Проходите их поочередно. Как уже сказал Дмитрий Леонидович, время у вас 120 минут. В правом углу у вас будет таймер, то есть вы будете видеть время. И на выполнение каждого раздела отведено определенное время, то есть вы сможете следить. Обращаю внимание, это очень важно. Во-первых, учитывается скорость выполнения, как уже было озвучено. И также, чтобы засчитался результат, нужно успеть вовремя завершить тест. Поэтому всегда обращаем внимание, в правом верхнем углу будет таймер также находиться. Перебегают слайды, почему-то пролистываю один, сразу убегает. Итак, про время выполнения я сказала. Куда-то убежал. Итак, прошу прощения. Далее у нас раздел «Listening». Когда вы включаете, запись будет два раза. То есть можете не торопиться, не нервничать. Когда вы нажали на аудирование, то вы спокойно можете прослушать, а она сработает два раза. Там, где нужно что-то вписывать. То есть не где в тестовой форме вы выбираете вариант, а где нужно заполнять. Не имеет значения, какими буквами вы заполняете. Это тоже может вызвать затруднение. То есть это либо строчные, либо прописные буквы. И между словами делаем пробел. Потому что я знаю, что при заполнении многих бланков пробел не ставится. Здесь обращаю внимание, что между словами пробел нужен. То есть чтобы ответ правильно засчитался. Большие и маленькие буквы – это не имеет значения. Далее завершаете каждый раздел. Вы можете, прежде чем завершить попытку, вернуться и где-то исправить ответ. То есть если вы вдруг к концу теста, прежде чем еще завершите, прежде чем нажать кнопку «Завершение», если вы поняли, что где-то можете что-то поменять, что другой ответ будет верный, перед завершением вернитесь, все проверьте. И далее нажимаете уже «Завершить» и «Отправить результат». Далее слайд «Сертификат». После завершения всех разделов тестирования у вас появится вкладочка «Сертификат» и вам будет доступен ваш результат. То есть в любом случае все участники данного конкурса получают сертификат, который можете распечатать, добавить в ваше портфолио и видеть ваш результат. То есть результат вы получаете автоматически. И уже далее Орко-комитет объявит победителей, и также информация будет размещена на слайде. Вот то, что о аудировании я говорила, прослушать аудиозапись. Нажимаете, спокойно слушаем два раза. То есть тут не переживайте, текст записи будет автоматически два раза повторен. Также для упрощения, быстрая навигация по тесту, какая возможно. То есть в правом верхнем углу три вкладочки, и вы можете в каждую из них пройти и спокойно проверить, все ли вы завершили, все ли вы отправили. Как я уже сказала, если у вас еще есть время, если где-то вы хотите что-то исправить, спокойно возвращайтесь в попытку, меняйте вариант. И уже потом, когда вы уверены в том, что вы все выполнили и выполнили правильно, или надеемся на то, что выполнили правильно, все, нажимаем кнопочку «Отправить все» и завершить тест. Удачи всем. Спасибо большое. Обязательно по всем. Также сегодня пройдет рассылочка еще раз. Инструкция подробная будет всем отправлена. Ну, наверное, это все, что я хотела сказать. Коллеги, если есть какие-то вопросы, вы можете написать в чат, либо подключиться с микрофоном, спросить. Любые вопросы. Уважаемые участники, пожалуйста, вы можете задавать вопросы. Какие у вас возникли, мы попробуем вам ответить на них. Пока не видно. Большое спасибо. Все понятно. Сложности не должно возникнуть. Как бы регистрируемся. Собираем все знания в кучу. Главное не переживать. То есть формат всем знаком, понятен. Проверьте, главное, оборудование, либо это наушники, либо это колонки должны быть, чтобы с разделом аудирования не было проблем. Я не понял, где найти на сайте Олимпиаду. Давайте я сейчас попробую продемонстрировать на платформе, на самой. Так, еще раз демонстрацию экрана открываю. Так, переходим. Прошу прощения, сейчас не та вкладка у меня открыта. Прямо одну секундочку я сейчас открою и покажу, где на платформе найти. Давайте и ссылочку также отправлю в чат, чтобы она у вас была прямо здесь. Платформа oxbergschool.ru. Так, включаю демонстрацию. Итак, та ссылочка, которую я отправила в чат и которая будет у вас всех в письме. Заходим на платформу oxbergschool.ru, это главная страница, проходим чуть-чуть вниз и видим раздел контроль обученности, тестирование, олимпиады по английскому языку. Заходим в олимпиады, чуть-чуть вниз пролистываем и вот справа видим, у меня бегунок чуть-чуть убежал, не могу подвинуть. Вот мы видим конкурс, лингвистический конкурс, то есть вот он здесь находится, то есть главная страница, проходим в раздел олимпиады и в олимпиадах внизу как раз видим данный конкурс. И далее уже попадаем в него. Если вы сейчас попытаетесь пройти, то вас дальше не пустят, у меня просто специальный доступ есть. И с завтрашнего дня, то есть с 9 часов утра у вас будет открыт доступ сюда автоматически, то есть данный раздел вам будет доступен. Вот те три раздела Listening, Reading, Use of English. Поочередно их проходите, то есть вы заходите в каждый раздел и так далее. Начинаем попытку, у вас времени будет чуть больше и далее постепенно проходим. Так, далее какие еще вопросы есть. Ну и сертификат, собственно, как я говорила, также вот у вас будет вкладочка и здесь будет доступен сертификат после завершения теста. То есть проверка и все баллы будут у вас отражены. А далее уже победители именно самого конкурса будут озвучены, будут выбраны оргкомитетом и информацию мы обязательно озвучим. Так, есть ли еще вопросы? Считается ли время между разделами? Общий таймер это 120 минут, то есть на каждый раздел отведено определенное время и общий таймер 120 минут, да, то есть за пределы мы не можем выйти. Так, еще какие-то вопросы? Ну, скорее всего, вы выполните быстрее, то есть это время на самом деле заложено, это прям очень с запасом, то есть вот прям очень-очень с запасом. Да, я согласен, потому что здесь у вас нет такого раздела, как письмо, где вы будете писать, на это обычно уходит очень много времени, там до 30-40 минут, как обычно на экзаменах. В нашем же случае у нас нет такого раздела, поэтому все остальные задачи, которые вам нужно будет решить, я думаю, вы справитесь с ними очень быстро. Да, это просто вот чтобы никто не нервничал, то есть сделали так, чтобы убрать как бы стрессовую ситуацию, когда у нас совсем ограничение по времени, и не наделали ошибок. Торопимся, но в своем режиме, то есть все-таки, да. Так, еще какие-то вопросы есть, нет? Нет. Так, коллеги, кто может ответить на вопрос, система прокторинга нет, как на высшей пробе была? Я, к сожалению, не отвечу, кто-то, может быть, ответит. Что вы имеете в виду сигизмун? Я правильно понимаю, да, имя там было такое? Я не понял той же вопрос. Поясните, пожалуйста. Видеокамера для проверки, значит, нет. А, ну это чтобы, ну, мы надеемся все-таки на честность. Я поняла, что это за система. А, нет, нет, такой системы не подключены. Так, вопросов пока не видно больше. Ну что, тогда будем завершать. Всем желаем удачи. Не проспите. У вас есть два дня. Не забудьте. Проведите их с пользой. В любом случае, вы получите сертификат как минимум и как максимум один из призов. Всем удачи. Большое спасибо. Да, я всех приглашаю все-таки зайти к нам на сайт MeToo Masi, посмотреть, чем мы занимаемся. И всех жду в этом году к нам на поступление. Всех абсолютно. Без исключения. Спасибо вам большое всем. Удачи на конкурсе. Всем спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.